ребят всем привет вот еще одни у нас приехали гости из германии тоже решили приехать первый раз сейчас пока на две недели но они уже продают свою недвижимость в германии в германии очень много народу нам звонит поэтому вот встречаем каждый день разговариваем по телефону с людьми желающими приехать посетить эту замечательную страну и с мыслями о об иммиграции сейчас расскажут как они вообще к этому пришли как они уже давно с ними ведем переговоры но только сейчас у них получилось приехать и сегодня они первый день в батуми привет из германии сегодня у нас еще один день мы ездим смотрим земли вот мы не останавливаемся на достигнутом в общем смотрим подбираем земли нашим клиентам из германии так что сейчас вам покажу что тут в грузии подается тоже может быть кто-то из вас заинтересуется каким-то участком мы занимаемся продажей земельных участков квартир домов батуми в пригороде города поэтому сейчас покажу мы находимся в компании tower group лана плана менеджер этой компании как мы вам уже говорили что если вы ищете недвижимость вы можете также обращается к нам мы являемся посредниками но посредниками в каком смысле многие думают что если вы будете обращаться через компанию май джорджия то есть вот меня и вахтанга то это будет еще дополнительная накрутка к цене от застройщика мы хотим развеять этот миф у нас заключены договора с несколькими крупными застройщиками в городе батуми и не только уже по грузии мы начинаем работать мы зарабатываем и нам дают такую скидку когда и мы заработаем за свою работу берем деньги и плюс еще вам получается бонусы и скидка цена такая что она не дороже не выше чем и вы напрямую бы обратились то есть цена в каких-то моментах ниже на не дороже ни в коем случае если вы допустим к нам обратились или вы обратились напрямую компании вот но мы вам рассказываем и даем тоже полные консультации поэтому мы сейчас будем снимать ролик скоро об этой компании сейчас мы приехали в офис я вам сейчас покажу как это все выглядит когда лангу офис открылся здесь офис открылся лето в июле наверное да мы были уже в главном офисе этой компании у них уже есть завершенные объекты в которые мы тоже поедем мы планируем сейчас сделать такие как инфотуры когда люди много очень людей обращаются что хотят вложить деньги в недвижимость батуми удаленно вот такие тоже как бы условия компания предоставляет мы расскажем о этом объекте вот смотрите здесь можно проводить конференции презентации очень достойно компания себя уже зарекомендовала вот такую вот красоту город батуми как я уже кстати эти фотографии когда их еще не было ни на каких баннерах они уже были у меня так получилось что и эти фотографии я уже включила в один из роликов города будущего как вот я многие знают жака фреско наверное и вот его города будущего и почему батуми включен список городов юнеско потому что ну вот такая архитектура она говорит о себе групп панорама в батуми 40 этажный комплекс включает в себя пятизвездочный отель апарт отель и бизнес-центр выполненный с изысканным дизайном и ориентированный на комфорт клиентов в комплексе панорама вы также найдете лобби бассейн тренажерный зал спа сауна рестораны скай-бар холл конференц-залы открытая и крытая парковка на 9000 квадратных метров комплекс включает террасу соединению с черноморским побережьем пешеходным мостиком всего за одну минуту и самое главное вид из комплекса слияние неба и моря в одну панораму панорама инвестиции в ваше будущее чем вот такой вот офис здесь руководители по всей видимости разговаривают с персоналом посмотрите да вот этот уже закончено это еще тоже стройка вот смотрите это где находится зеленый мыс посмотрите какой объект уже начал свое строительство компания tower group это строительство уже началась на зеленом мусу это тоже пригород батуми совершенно прекрасно экологически чистый район где находится этот как называется ботанический сад известный 400 метров вот алана говорит от ботанического сада ну и вот эта красота мы сейчас находимся на первом этаже железнодорожного вокзала батуми здесь вот находится офис tower group куда мы собственно говоря приехали сейчас мы не планировали делать обзор на и решила выйти в прямой эфир прямой эфир я этот обязательно сохраню чтобы показать вот эту вот красоту ну и мы договоримся сейчас о встрече чтобы приехать сюда приехать еще в один объект который уже тоже закончил строительство где как гулять кабулете там по моему виноградники вот приедем на виноградники покажем и если это будет инфо тур и они будут пользуются популярностью мы можем мы сейчас решаем этот вопрос руководством и естественно надо утвердить что если на инфо тур привозить людей привозить туда в кабулете показывать знакомить их с грузии влюблять в грузию в эту страну ну и конечно же вот в таких в такие компании посмотрите как красиво вот он наш батуми и компания tower of group бабушка вахтан тоже присутствует вот но пойдем сейчас на улицу ванна нас проводит в пойдем то у нас железнодорожный вокзал сколько квадратных метров тысяча квадратных метров офис только у них место где будет этот объект о котором мы вам будем рассказывать и сделаем ролик такой обзорный и компании и объектов от этой компании сейчас как раз придем сейчас там только делают котлован это еще на начальном этапе строительства но строительство в таком месте конечно очень интересном для инвестиций батуми сегодня у нас пасмурная погода но все равно видно город вот пожалуйста железнодорожный вокзал там находится и театр у нас батумский понятно на начальном этапе как бы выгоднее вкладывать а когда стройка у вас завершается постройка закончится в двадцать четвертом году но из-за того что мы сдаем вместе с ремонтом смели миттехника и для этого нам еще один год себе взяли то есть сдаем и все вместе в 2025 год 2025 год год заканчивается уже полностью ну сдача вот они эти объекты сейчас я вам баннеры покажу вот смотрите стоит еще фундамент только будет делаться так вот этот на зеленом мысу да объект зеленый мыс называется грин резидент грин резидент вот этот объект панорама про который мы будем да он будет строиться здесь вот прям напротив моря смотрите батуми железнодорожный вокзал вот такой красивый объект система умного дома вот плана рассказывает smart home систем ну и вот практически каппадокия шары воздушные все мечтаю туда попасть в турцию в каппадокию вот такие вот рекламные баннеры и собственно говоря компания телефон мы предлагаем своим клиентам с тем кто у кого мы вызываем лояльности доверия позвонить сначала у к нам узнать цену за квадратный метр допустим какого-то объекта который мы предоставляем к вашему вниманию и потом позвонить вот представителям компании застройщиков и узнать какая же там цена и вас приятно удивить что если вы будете через нас работать то цена будет ниже правильно чем напрямую от застройщика как бы это казалось многим абсурда не звучало но так а вот оно и есть вот пожалуйста человек подтверждает всем спасибо оставайтесь с нами подписывайтесь на наши каналы обязательно на наш тик ток там очень много юмора по грузински а где это кутаиси кутаиси это грузия а вы знаете что такое грузия республика на юге советского союза нет это не грузия это география а грузия один грузин не говорил по грузински и вот яблоня а можно сорвать можно нормально который нам дедушка ага да а я думала он уже засох высох он с того года этот апельсин висит не такие сочные сладкие апельсины они же как в каком месяце зреют ну вот он дал и классные яблоки ничем не обработанные натуральные он груша вот тут все в яблони на цветет весной какой запах ребята приезжайте в грузию осенью когда сбор урожая красота конечно тяжело там как будто что там вот выращивают чай какой-то или что там выращивают как ступеньками фасоль здесь выращивают огурцы виноград яблонька а это что а это королёк королёк тоже видите сколько много надо было сапоги резиновые одевать надо нам купить сапоги резиновые и забрендировать их и выдавать в плохую погоду возить какая красота смотрите вид какой вид красивый море вдалеке сегодня плохо видно но там видно прямо такой пейзаж утренней туманной почти тосканы всем привет огромный из батуми вы давно мечтаете о грузии планируете путешествия мы можем помочь вам и стать вашими проводниками самые интересные уголки грузии василина и вахтан приветствуют вас с удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам грузии мы являемся учредителями агентства бизнес-туризма и недвижимости в батуми мы познакомим вас грузинскими традициями вкуснейшей кухни отвезем высоко в горы откуда открывается невероятный вид от которого вас перехватит дыхание вы опьянеете от этой красоты и конечно же от грузинского домашнего вина а потом мы поднимем самый главный тост за мир во всем мире будем много смеяться и плясать до упаду в национальных грузинских костюмах и мы обещаем вам что когда вы будете уезжать из грузии вы скажете я обязательно сюда вернусь а возможно и захотите приобрести инвестиционную недвижимость или даже переехать грузию жить что-то у людей в голове происходит что они даже не зная грузии они просто там смотрят год-полтора вот как вы дай блок и принимают решение о переезде что тут скажешь это классно главное чтобы у всех вот складывалась именно потому что я предупреждаю что иммиграция это как бы сложный путь все кажется так позитиве на позитиве но многие не знают же как бы за кулисья вот поэтому вы естественно есть трудности но если человек к этому готов если есть тем более какой-то доход резидуальный и там не знаю что то если у человека есть еще а в голове то я думаю что грузии это для меня это сейчас идеальный вариант вот на данный момент это идеально я рвалась в испанию сколько лет там 6 вот но я понимаю что как бы ну бог просто любит меня поэтому я здесь я очень счастлива и счастлива слышать такие сообщения от людей несколько лет назад был вариант уехать в испанию причем чтобы ты поняла мои у моей жены дядя он бывший российский чиновник был вот у него в испании в районе около марбелии то есть и прикинь да что это за район ты знаешь наверное было четыре квартиры или пять квартир да он мне говорит алик он говорит уезжали из израиля я тебе здесь дам все вот пожалуйста тебе квартира вот пожалуйста все на я на тебя перепишу ты прикинь я не захотел испания тоже да я тебе скажу но она намного круче чем израиль в израиле меня что допустим сподвинула больше это отсутствие здесь нормального климата здесь бешеная невыносимая жара слаги вот в принципе пустыня да и отсутствие природы зелени а с этим вырос в грузии я без этого не могу понимать же реально не могу как без воздуха и в испании это все есть там и природа и погода все супер но все равно я не решился это новый язык это другой менталитет и все грузия мне намного ближе и поэтому я сказал не хочу ничего никаких квартир поеду в грузию ну вот так вот я и сделал разбогатеем бакочка мне подарит бмв а милана такая вчера горит я картину когда нарисовала я говорю вот мы сейчас нарисуем картину и будем мечтать и у нас придут возможности мы потом купим такой дом построим бассейн рассказываю ей все она говорит мама так мы что рисуем у нас все сбывается мы нарисовали цветок на болт на втором балконе и нам такой цветок подарили он у нас прямо сейчас вот такой как нам и нарисовали мы тогда еще рисовали не знали что нам его подарят вот и она говорит так зачем мы роллы мы сейчас роллы покупать не будем они же дорогие пока подарили только 10 процентов скидку на роллы здесь просто ребят кто приедет в батуми первый раз вы будете удивлены потому что здесь очень сложно ну во-первых на в ресторанах с сервисом но мы здесь полтора года я не могла я привыкла к японской китайской кухне потому что во владивостоке ну с этим все норм а здесь ну просто не было нормальных там суши роллов я не могла найти просто постоянно разочарование какое-то было сплошное я живу сделайте уже за любые деньги вот не было вчера мы заказали роллы нам привезли доставку очень вкусно нам понравилось ребята наконец-то мы нашли в батуми где купить нормальные роллы дочь ну как тебе мне очень вкусно божественная божественная вот короче самая лучшая реклама вот но у меня дети довольны поэтому я вчера выставила пост в инстаграме и просто 20 человек пришло с моего поста этим ребятам они приехали из украины открыли вот ну японскую кухню поэтому вот даже говорю реклама в инстаграме в батуми еще на таком уровне что мне дали 10 процентов скидку за то что я привела 20 человек пожизненно а потом будут меня бесплатно кормить я чувствую так еще приехали мы куда-то нас привезли ровный участок красивый речка внизу вот здесь вот не это не это то выше выше да это тоже мою но я не продаю вы там где орехи а там ореховые плантации здесь можно не закрывать просто сумку вот здесь трехэтажный хочет он тоже коттедж построить не вы получается здесь орехи выращиваете сдаете их да это грецкий а это фундук и сколько тут урожая собираете этот четвертый год посадил и дитонов 300 350 килограмм пока пока 350 килограмм на это с каждом годом будет ухожая здравствуйте редко бывает земля ровно здесь ну конечно о винограду вон какой крупный прям крупный виноград как обычно все есть вам вам понравится да вы будете вот дорога будет отсюда это ткемали 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 это ткемали слива вот это который соус ткемали делают мандаринки маленькие ого какие лопухи ого смотрите какой лопух как дерево вырос о персики ребят смотрите персики о можно уже посмотрите какие большие классно да такой сладкий сладкий какой прям за дерево ничем не обработанный живой я такого сладкого я никогда не ела персика до конца а сколько тогда здесь квадратов выходит где-то там речка да тут вид красивый тоже я такой сладкий персик никогда не ела с дерева сорвала он просто сахарный вон там нет нет я щас сорву на я щас лишь с другом с этого ух ты попробуйте в грузии один раз если будет кислая я люблю кислая вот про который я вам говорила полезно вот это вот йод с йодом зеленые вот такие ягоды вообще протертые можно есть варенье делать из него много кустиков это фейхлада фундук и там фундук есть у вас не у вас ну там где а там речка орехи о бамбук тоже а если вода поднимется ой какие-то колючки красивые такие я тоже не знаю просто какое-то да нет это просто плавать будет ну да высоко речка да и бамбук опять вот этот толстый да красиво ой смотрите у них тут это место для посиделок вино пьют тут сидят под бамбук под бамбуковая роща возле речушки слушайте реально дремучая я не знала как каштан растет вот как это дети асфальт они знают как картошка растет я не знаю как каштан они съедобные а это целое дерево каштанов тут много продают каштанов каштан они вообще тоже очень вкусно у нас еще на рождество жарят запах такой вкуснятина я первый раз видела каштановое дерево на машина за логи через пять минут ты на море нам надо видите у вас определил сейчас я вам дам это координаты вы посмотрите хорошо 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 вот сейчас я запишу у нас германии так у нас определенное вот такое окно где можно строить на морожене оформлено это дам координаты и посмотрите как будет как зовут лилия лилия у нас пока нет правительства пока нету окно специально уже на плане где ты можешь покупаешь участках земли и ты не должен ни влево ни вправо вот именно в это должен вместиться понимаешь вот это все поэтому я спрашиваю хоть как-то двигай удивить здоровый участок быть а там вот такой вот вот это вот тоже надо знать я по германскому поэтому я спрашиваю заранее лучше здесь как хочешь крути его пути поперёк сзади я бы хотел огорода к дороге ближе дом думаю сюда вот это бассейн а за бассейн ну вид вот тут тоже вот так открывается там же вниз идет и вид в принципе тут хороший хороший утром просыпаешься тоже горы когда солнце машины 60 метров от дороги в лес до речки и где-то 40 туда вот такой участочек продается с яблоньками с персиками сладкими присладкими с грушами с корольком с виноградом ну в общем совсем совсем приданно да вот просто кто любит землю это же все же надо ручками ручками обрабатывать все за всем ухаживать все эти саженцы подкармливать ну это труд поэтому кто желает заняться сельским хозяйством поставить домик приезжайте в грузии друзья всех видите радушно встречает у нас все очень просто с оформлением мы помогаем с оформлением с переводом с сельхоз вне сельхоз назначения земельных участков юридическая консультация поддержка у нас всего этого процесса в грузии здесь на самом деле с этим очень все просто потому что здесь все прозрачно и вот это принцип одного окна ты заходишь и через час по ускоренному там через два часа ты уже получаешь в реестре тебе приходит смс к с реестра что ты уже являешься собственниками тут нет такого долгого затяжного процесса вот этой всей бюрократии принесите там то принесите все долгого оформления затяжного как я в россии продавала квартиру как вот тоже у нас приехали с минска ребята полтора месяца продавали квартира здесь очень все быстро в грудь грузия этим прям очень сильно отличается фундук до орех что называется он сладкий черный такая черная как черемуха такая ну из нее варенье да я тоже не ела первый раз грузии все ем и ем и не могу наестся до полтора так в декабре я приехала такая лавровишня я приобрела в первую очередь внутреннюю свободу любовь да и конечно же солнце и море это наверное три таких самых главных если не разбивать по мелким составляющим все говорят природа в грузии замечательно но я хочу не с природа начать а хочу начать что здесь я уж услышала слова сочетания теплый человек вот ну люди люди даже не вино не фрукты и не горы не моря а вот именно людям здесь хорошо и как я говорю на своем youtube канале здесь у меня реанимация души а